с 5 градусов. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Здравствуйте, это программа Сто процентов футбола. Меня зовут Игорь Катманов. И как всегда по понедельникам сегодня у нас в студии Спорт-ФМ Александр Викторович Бубнов. Александр Викторович, здравствуйте. Игорь, добрый день. И сегодня непростой эфир будет, потому что у Александра Викторовича день рождения. Так что поздравляем вас. Здоровья. Всегда оставаться таким же бескомпромиссным, боевым, жизнерадостным и правду матку рубить в эфире. Большое спасибо. Я благодарю Спорт-ФМ, всех радиослушателей за поздравления. Мне уже сегодня второй раз Спорт-ФМ поздравляют. На утреннем эфире тоже поздравляли. Хочу сказать, что я стараюсь, в первую очередь, для болельщиков говорить то, что есть, то, что есть на самом деле. И доносить, на мой взгляд, профессионально ту объективную информацию, чтобы они знали, что на самом деле происходит. И вообще больше о футболе разговаривать. Потому что очень много скрыто, очень много скрывается, очень много негатива. И очень часто болельщиков заблуждения заводят. И они не поймут, в чем дело. Вот основная моя функция, которая многим функционерам не нравится. Но я делаю это только для того, чтобы, во-первых, помочь, помочь и, в общем-то, понять ситуацию и для болельщиков. А что касается профессионально, то и вот таким способом помочь и футболистам, помочь и футболистам, и тренерам. Потому что вот то, что мы делаем, это практически разборы игры, да. И они профессионально в клубах должны делать, делаться. И, в общем-то, после этого должны соответствующие выводы делать. Потому что мы на этом учились в свое время. И за счет этого прогрессировали. И очень часто не нравится вот такая критика, да. Но я вам должен сказать, в свое время, какую мы критику получали, да, от наших, и от прессы, и от тренеров, и от руководства, и не только руководства клубов, но и высшего партийного руководства, и какие санкции применялись, да, то я, как говорится, в этом смысле, вот, я очень мягко прохожусь. Но раньше интернета не было. Раньше интернета не было. То есть каждый второй не мог сесть и написать, какие они упыри, условно говоря, как они сыграли, да, и вылить уш от помоев. Ну да, и ко всему сейчас в меньшей степени, да. А раньше, ко всему, еще и профессиональный спорт был политикой. И поэтому там... Ну и сейчас тоже. Мы об этом говорили. Под государством все равно, да. Не в том виде. Такого давления, как раньше не было. Я вот могу рассказать случай с Блохиным, сборной был. Как раз вот Ислав Иванович Колосков, он вставал на должность начальника управления футбола. Тогда управление футболом было не так вот называлась организация, да. Вот, и Сыч, вот, который потом и хоккеем руководил, да. Президентом Федерации хоккея России. Которого убили, да, в 90-е годы. Вот, он представлял высшее спортивное руководство, вот. И он привез Колоскова на базу в Новогорск, и представлял его как нового начальника управления футбола, по-моему, вместо Еремина, до него и Еремин был, да. Вот, и... А в это время в сборной определенный кризис был. Но я молодой тогда только начинал играть. Как 70-е. Да, я там комсорг тогда был. Два чемпионата мы пропустили мира. Да, да, да. Там смена поколений происходила. И Блохин там достаточно долгий промежуток времени за сборную не забивал. Ну, там полгода. Ну, хотя для сборной это не такой уж и большой, это для клуба большой промежуток. Ну, да, матч-то не так часто. Для сборной сборной меньше играет, да. И вот там начался разбор полетов, как сейчас помню. Я тогда перед игрой с финнами отборочная игра должна была быть. Вот. Чемпионату мира. И Сыч поднял Блохина и говорит, в чем дело? Почему такой продолжительный промежуток времени не забиваешь, да? Ну, а Олег ему сказал, типа, я хочу, но не получается. Я же не специально не забиваю, да? Вот. И высказался вот в таком смысле, да? Он говорит, все, говорит, раз ты, как говорится, не хочешь забивать, хотя он такого не говорил, да? Вот. И вот так играешь, да? То все, ты выведен из состава сборной. И вечером в программе «Время» будет объявлено, что ты, мало того, что выведен из состава сборной, и лишен звания заслуженного мастера спорта. Но этого не случилось. А он у него, а киевляне, после того, как выиграли кубок кубков, они все получили заслуженных мастеров спорта. Вот. Ну и Блохин, говорит, выйди, говорит. Там, ну, собрание, где было в зале, да? Блохин вышел. Ну, вот. А потом, знаешь, этот, как сейчас помню, дверь заглядывает, говорит, а билет? Билет вы дадите? А тогда раньше, знаешь, как, даже билетов не было, потому что мы в сборную приезжали, там, администраторы покупали, там, пятая-десятка, где этот билет брать? А Асыч ему, говорит, меня не интересует, когда есть у тебя билет, говорит, ты отчислил. Знаешь, Блохин, игрок с мировым именем, да? Обладатель золотого мяча уже тогда был. Да, обладатель, да, золотого мяча, заслуженный мастер спорта. Вот. И с ним вот такое отношение, скажем так, высшего спортивного руководства, но оно одновременно, считай, партийное было, да? Вот. И такой шок, вот. И мне кипяни тогда Давид, царство небесное ему, да, покойник. Он тогда в сборной был, он говорит, давай, говорит, Саш, надо, говорит... Блохина, знаешь, так между собой Блоха называли, по кличкам, говорит, давай, говорит, надо, говорит, спасать, говорит. Вот. И как сейчас помню, А Блохин, он тоже, Олег, почувствовал, что, в общем-то, ситуация плохая очень, да? Вот. И собрание закончилось, они пошли там в отдельную комнату, может быть, даже звонить Сыч пошел по поводу Блохина, знаешь, туда, на телевидении, в верхней, ну, в верхней инстанции, да? И мы тогда с кипяни заходим к ним, пошли, а когда мы шли, Олег к нам подходит, говорит, все, говорит, валите на меня, говорит, но сделайте, говорит, чтобы, ну, скандала не было, да? Вот. Ну, и мы заходим, и мы говорим, мы возьмем, знаешь, как в советское время, мы возьмем его на поруки, вот, мы за него, за Олега отвечаем, так, что он не это хотел сказать, он не это имел в виду. Ну, короче говоря, ситуацию назад его возвратили, снова собрали всех, и Олег в команде остался. Кстати, вышел на тренировку тут же после этого, получил травму, и так и не поехал, понимаешь, в Финляндию тогда. Там мы, кстати, в ничью тоже сыграли 1-0, вели, тоже плохой результат, и потом финны смогли сравнять. Вот такой случай был, был, и ты представляешь, вот, сейчас вот такого представить невозможно, чтобы там звания отбирали, чтобы там дисквалифицировали, выводили из сборных, вот. Я уже, я, как говорится, уже не говорю о себе, когда я переходил из московского «Динамо» в московский «Спартак», так меня пожизненно дисквалифицировали. Сейчас это, это дикость, такого просто не может быть. Игроки, вон, могут контракты прерывать, и даже действующие контракты, там, выплачивается неустойка, и все. А чтоб из-за того, что игрок не хочет играть, переходить из, ну, этот, но не устраивает учебно-тренировочный процесс, он хочет из-за... А в один из Дим ноги, по-моему, кто с «Динамо» в «Спартак» перешел? Ну, нет, в то время много, достаточно много переходов было, но таких санкций не было, которые были применены ко мне. Напоминаю, вайберы, ватсап, 925-4-2-ки, 93-2, смс-портал 5533, пишите свои сообщения. Естественно, у нас, мы сегодня, может быть, даже в виде исключений звонки будем брать, потому что Александр Викторович, я думаю, многие будут поздравлять и стремиться поздравить лично, по телефону, в прямом эфире «Спорт.ФМ», так что звоните, 8495-276-093-2 или 1-93-2. Тут уже огромное количество поздравлений. Каха поздравляет, желает здоровья, благодарит за яркие эфиры, Сергей поздравляет. Естественно, по сборной мы сейчас тоже поговорим. Сборная, 3-4 поражения от «Коста-Рики». Многие, кстати, костерят Василия Березуцкого, но это не совсем верно, да? Это же не он проиграл, в конце концов. Да, я, ну, это, знаешь, как в футболе, знаешь, от любви до ненависти, мы это знаем. Я всегда говорил, один шаг, да не один шаг, одно мгновение, там, полшага. Вот. Так, к сожалению, это такая профессия, и вот популярность, и такое внимание, да, вот к такой реакции приводит. Дело в том, что как раз вот Березуцкий, да, вот, Василий, ну вот, он в последнее время очень привод, сколько я расшифровывал, да, действительно, вот сейчас вот взять данные, да, это один из лучших у нас защитников, вот, и хавать, вот, и в этом цена защитника еще больше, как говорится, возрастает, потому что она говорит о том, что он может наперед прочитать ходы соперника, да, и исправить допущенные ошибки. И такие защитники в особой цене, они и сейчас стоят очень дорого, они меньше, чем там, как нападающие могут стоить, да, когда есть такие защитники, потому что нападающий может ошибиться, не забыть, ничего страшного, в следующий раз забьет, а когда защитник ошибается и не исправляет ошибки, то все, проигрываются игры. И не случайно говорят, что нападающие там или люди из группы атаки выигрывают отдельные матчи, а турниры серьезные выигрывают защитники, вот. Вот, знаешь, роль защитника какова, вот. Ну, а потом уже, понимаешь, в чем дело, я тебе чисто психологический момент скажу. Вообще, Березуцкий, он достаточно устойчивый такой, вот, сколько на него смотрел, да, когда они играли с Игнашевичем, они там вообще, я не видел, чтобы он там возмущен там был, ругался очень сильно. А здесь настолько напряжение большое, потому что новые партнеры, сыгранности нету, ничего, что он уже Смольникову стал уже в начале матча, как говорится, пихать, вот, когда вот этот гол, он еще до голода стал говорить. То есть он уже чувствует, что ситуация нестабильная, просто неудачное выступление на чемпионате Европы, плюс такая ответственность, да. Потом сам себе еще забил. И в конце, вот, когда вот он пенальти, там его действительно ошибка была. Хотя до того допустил ошибку Петров, который... Ты знаешь, что передачу атаку начал вратарь? Мяч летел в 70 метров, и Петров дал возможность принять нападающего мяч, обвести его. Ну, либо фалил бы, да, в конце концов. Но там все, что угодно, представляешь? И он уже, в конце уже компенсированное время. И там уже, ну, знаешь, это чисто психологический момент на нервах. Хотя у Васи такого бывало в чемпионате и неоднократно. Вот, и на это мы тоже обращали внимание. Вот, и, в общем-то, черный день, в конце концов, у него получился. Но ошибались и слабо играли очень многие. И много проблем было в обороне и в опорной зоне. И это связано как раз с тем, что очень много было игроков, которые только дебютировали в составе сбора. 8-495-276-093-2 или 1-93-2. Это телефоны прямого эфира Спорт-ФМ. Михаил нам на Спорт-ФМ дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вам эфир. Всего хорошего. Спасибо. Александр Ильич, вас поздравляю с тем рождением. Желаю счастья, здоровья, благополучия вашей семье. И чтобы в жизни у вас все было очень хорошо. Спасибо большое. Ну вот, что сказать по поводу игры в Борной России в Коста-Рисе. Коста-Рисе еще очень много правил сказал, конечно. Иванов распустил, дал принять. Ну и Березутский тоже, как бы, знаете, понимаете. Петров только о нем. Березутский был в таком положении, в таком положении был, что ему пришлось нарушить. Да, привез, понимаете. Но, извините, великие, даже игроки, великие защитники так же поступают. Спасибо вам за звонок. Кстати, у нас опрос на сайте Спорт.фм проходит. Нужен ли сборной России отдельный тренер для защитников? Так что заходите, голосуйте. Варианты да. Пока 66,6 процента нет. 20,3 процента. И есть вариант просто нужно вернуть Игнашевича. 13,2 процента. Как вы считаете, нужен ли отдельный тренер? Игорь. Фу, Игорь. Игорь, дело в том, что игроков готовят не в сборной. В клубах. В клубах? Да. И в клубах, кстати, вот в «Спартаке» такое распределение есть. Где-то есть, где-то нету. Есть тренерский штаб, достаточно многочисленный. Они над всем этим работают. И игроков именно в клубах готовят, а в сборной, в сборной их не готовят. В сборной игроки приходят, там в основном идет, знаешь как, в основном тактическая работа. И мотивационная. Но все-таки в сборной может немножко по-другому играть, нежели в клуб, к примеру. Да. И это тоже имеет значение. И, в общем-то, эпизоды, которые встречаются в игре, они что в клубе встречаются, что в сборной. Эпизоды одни и те же, игровые. Просто в них нужно знать, как действовать и технически правильно исправлять. Для сборной, я считаю, он не нужен. Но есть же тренер вратарей, да? Вратарей же тоже в клубах готовят, в конце концов. Ну, вратарь, знаешь как, он, там вратарей в сборной тоже не готовят, их в клубах готовят. Но просто тренировка вратаря отличается от тренировки игроков. И поэтому там у них и разминка другая, вот, она может быть сначала с командой, да, там пробежка, а потом отдельная, у них специфика своя. И чтобы время не терять, потому что главный тренер в основном сосредоточен на работе с командой, там тренер, который с вратарями, он с ними разминается и работает. И там совершенно другая специфика работы. Спрашивают, почему Смольников так сдал в последнее время? Вот по Смольникову, да. Игорь, я здесь удивлен, но мне кажется, знаешь как, на него действует в первую очередь, на психологическом плане, разная обстановка в клубе, в клубе и в сборной, потому что он в клубе значительно лучше играет. И это связано еще и с тем, что там партнеры сильнее. Вот, когда Халк был, Халк очень много с ним играл, они вместе взаимодействовали на флангах. Но там и Вицель есть, там и Дани есть, вот, игроки более высокого класса, чем в сборной. И они более квалифицированы, там, те же защитники, да, более квалифицированы, когда там Гора играл, они его страховали, да. Да и полузащитники, вот сейчас я вот смотрю, почему такое происходит. Потому что Гарсия, да, в Зените, он очень много вот страхует вот этих подключений в защитников, там, когда ошибки бывают, да. То же самое возьмет, почему еще в ЦСКА такие вещи, в сборной игроков, в ЦСКА происходит защитников, да. Потому что там очень сильно, и я об этом неоднократно говорил, там очень сильно помогает Верблум. Причем он настолько много помогает центральным защитникам, что он им не только перед штрафной площадкой, перед центральными защитниками двумя, вот, выжигает там все, да, и там эти атакующие люди там чуть ли не в крови доходят до Березуцкого с Игнашевичем, да. Так он еще и штрафной площадки своей, и страхует их, и вверху, и внизу, представляешь, и крайних страхует. То есть вот он незаменимый, как его только, его, не защитников, а как Вернума только в состав, он по той или иной причине, но в основном из-за карточек не попадает, да, так сразу у защиты ЦСКА, в ЦСКА вот когда они играют, возникают проблемы. Хорошо, мы тогда обязательно поговорим и по нашим игрокам опорной зоны, да, Газинский и Зобнин, но это уже будет тогда после выпуска рекламы и новостей. А пока уходим мы на небольшой перерывчик. Реклама Едем за квартирой мы Изумрудные холмы И уж точно как видать Скидку сможем мы отжать Продавцы, теперь держитесь Мы вас выжмем Вы не жмитесь Готовые квартиры в микрорайоне Изумрудные холмы в Красногорске От 77 тысяч рублей за метр Акция «Отожми продавца квартир» Ваша скидка в ваших руках Звоните и осуждайте 37,5 восьмерок Проектная декларация на сайте Изумрудные холмы.ру На большие цели нужен большой кредит Просто захотела и взяла Просто кредит до 5 миллионов рублей Просто по низкой ставке от 15,4% годовых Локобанк Банк простых решений КП Локобанк АО Генеральная лицензия ЦБ РФ 2707 Да надоело мне все это Рядом ни садика, ни школы До работы два часа еду Да ладно, что ты завелась-то Разуй глаза Другие люди вон в позитиве живут Новый жилой комплекс «Позитив» Квартиры в Москве От 3,5 миллионов рублей 241-99-66 241-99-66 Начни жить в позитиве С проектной декларацией Можно ознакомиться на сайте Домпозитив.ру Приглашаем на выставку Агропродмаш Оборудование, технологии И ингредиенты Для всех этапов пищевого производства С 10 по 14 октября Москва Экспоцентр Бесплатный билет На агропродмаш Дефисэкспо.ру 12 плюс Для нового поколения москвичей Мы строим жилой комплекс Достояние в районе Кунцево Достояние Дома настоящей Москвы ГАЛС Девелопмент 495-725-5555 Проектная декларация На сайте Достояние-дефисгалс.ру Телефон рекламной службы Спорт-ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Город Город Герой Герой Один город Один чемпион На спорт-ФМ Город Москва Герой Ольга Васюкова Синхронистка Олимпийская чемпионка 2000-го года Здесь прошло все мое детство Юность Становление как личности Прошло именно здесь В самом сердце Москвы Я выросла на потряших прудах И до сих пор помню Все дворы Переулки Вдоль и поперек Избеганные в любимую детскую игру Казаки-разбойники Здесь я встретила Свою первую любовь Здесь родились мои дети Я надеюсь родятся и внуки И каждый раз покидая этот город надолго Я безумно скучаю И хочу вернуться как можно скорее Москва и Ольга Васюкова Город-герой Каждый день на Спорт-ФМ Спортивные трофеи Кубок Англии Это пример футбольной демократии Любая команда может принять в нем участие Совсем другое дело Кубок Английской лиги Этот турнир появился в середине 20-го века Чтобы подчеркнуть элитный статус команд Которые выступали в четырех лучших лигах страны Кубок своеобразной формы С тремя ручками и чеканной крышкой Купил на свои деньги председатель футбольной ассоциации Джо Ричардс Интересно, что победители турнира в те годы Получали на память не медали, а серебряные кружки 25 минут Чтобы добиться топ-результата Нужно работать на тренировках каждый день Каждый Каждый день на Спорт.ФМ Итоги спортивного дня Топ-спорт Топ-события Топ-спортсмены Топ-результаты Высший уровень Живейший топ-спорт Только на Спорт.ФМ Каждый будний день С 20 часов Спорт.ФМ 100% футбола Доброго всем вечера еще раз Меня зовут Игорь Катманов Это программа 100% футбола на Спорт.ФМ И как всегда по понедельникам Время Александра Викторовича Бубнова Который у нас сегодня в эфире В свой день рождения И Александр Сергей нам дозвонился Здравствуйте Сергей Здравствуйте Здравствуйте Спорт.ФМ Сергей Балетик Спартака Спасибо вам за эфир Александр Викторович Поздравляю вас С днем рождения Долгих Успешных лет работы Побед во всем И вопрос вам Не хотели бы вы попробовать В качестве комментатора Прямых трансляций Может быть предложения были Какие-то такие Подобные Спасибо вам за вопрос Да Никаких предложений Не было Вот Я В общем считаю Что Прокомментировать Комментировать вообще игру От начала до конца Я работал с комментаторами Да Это В общем-то Искусство Здесь и призвание должно быть И это очень непросто Я видел Как они готовятся Потому что я стал твардзе На чемпионате мира Работал И на России 2 Когда я был Да И В качестве второго Со-комментатора Как эксперт Нет Здесь Как эксперт Это совершенно другое Игорь Здесь Ты Смотришь В спокойной обстановке Да Вот Профессионально Для тебя Никаких Секретов Нет Ты анализируешь И Как говорится Подключайся Ну вот В Южной Америке Вот какая практика Там Работает комментатор Который Гоняет мяч Условно говоря С ним рядом сидит Бывший футболист Который Ну там Какие-то моменты Оценивает Там Этот неправильный Туда побежал Он дает Профессиональную оценку И Нюансы В общем-то Раскрывает Игры Своё мнение Ну да Здесь надо уметь Вовремя Подключиться Так знаешь Чтоб Динамично Всё шло И Синхронно Да Здесь тоже Знаешь как Сыгранность тоже Должна быть Здесь нужно Срабатываться Не так просто Обычно Когда Первый раз Начинают Люди Выступать Вот в такой роли И даже я Определённый Дискомфорт Чувствуешь Потому что К этому Нужно привыкнуть Потом Знаешь как На многих людей Действует Камера Есть эффект Камеры Знаешь Когда ты На телевидение Попадаешь Так ты вроде Себя хорошо Чувствуешь А потом Раз Стоять Камеру И ты Всё Всё забыл Всё пропало Не знаешь Что говорить И у некоторых Даже страх Этой камеры Появляется Это тоже К этому Надо прыгнуть То же самое В эфир Одно дело Мы с тобой Это я уже Знаешь как Из-за того Что я Уже адаптирован На такое общение А когда Первый раз Ты выходишь В эфир Тебя слушает Вся страна И знаешь как Это не так просто Говорить Тем более Свои мысли Какие-то И мнения Высказывать Потом я с тобой Не согласен В том смысле Что Вот профессиональные Комментаторы Они не только Мяч гоняют Вот здесь Технически Просто Они связаны С редакторами Вот Они Связаны Им идет Мы вот с тобой Разговариваем Там идут команды По наушникам Там паузы И они должны И у них есть программа И вы специально готовитесь Это целая работа Профессиональная Это очень тяжело Вот я когда Все нюансы узнал Этого Это говорят только На самом деле Я бы не хотел Понимаешь И больше того Я считаю Что у меня Для этого Особых способностей Нет Вот что касается Прокомментировать Проанализировать Отдельные эпизоды матча Сказать свое мнение До игры После игры Да А вот по ходу игры Я вот вспоминаю Как Григорий Твалтвадзе Настраивался На вот эти комментарии С чемпионата мира Да Потом Не хочешь Ты должен знать Все сборные Которые будешь Комментировать Да И вот эти африканские Эти фамилии Африканских игроков И все И все это Держать в памяти Представляешь Смотреть Потом перед тобой Здесь еще монитор Ты должен и на поле И на монитор Тебе и редактор Еще что-то Говорит Порой же здесь Это знаешь Это очень сложно И это очень тяжелая работа И не случайно И ошибки иногда Бывают от напряжения Понимаешь Большого И я вот когда Со стороны наблюдал Я тебе говорю Я бы лично не хотел Вот Поэтому я к этому Никогда не стремился А вот в качестве Эксперта В качестве эксперта В принципе Все футболисты Профессиональные Которые играли На высоком уровне Уровне Да Они Должны Уметь Анализировать И давать оценку И в принципе Сейчас вот Много футболистов И это правильно Стали привлекать На телевидении Для того чтобы Не все могут преподнести это К сожалению Но и к сожалению Здесь еще Такой есть нюанс Вот К сожалению Не все могут Говорить Знаешь как Нелицеприятные вещи Вот Потому что Одно дело Там на кухне Разговаривать И тет-а-тет Говорить С этим я играл С этим я знаком На самом деле Да А когда нужно Говорить Об ошибке игрока Уже В прямом эфире И практически Это критика Порой Нелицеприятно Особенно После поражения Это тяжело И многие От этого уходят Так Ну тут и мне пишут Кстати смски Хвалебные За то что я Коста-Рику Оценивал Довольно высоко Как вы вообще Считали что это Аутсайд Все таки команда Которая Удачно сыграла Чемпионат Когда мне задали Вопрос На спортбоксе Вот Какой прогноз На матч Я тебе Честно скажу Я Коста-Рику Не видел После чемпионата мира Но я видел Как они на чемпионате мира Играли И Там не сильно Состав поменялся Вот в том то и дело Больше того Здесь разные задачи Решаются На данный момент Они готовятся К официальным играм Отборочного цикла В своей зоне Решающей стадии Да Решающей стадии И у них Сыгранный состав Который Сыграл на чемпионате мира Сенсацию преподнес Да Вот Практически все остались И еще добавились игроки Причем игроки Которые играют В неплохих клубах Даже в грандах Мирового футбола Да И вот тебе Вот Чтобы понимали Что такое Коста-Рика Да Вот сейчас Смотри Исланцы Тоже преподнесли Сюрприз Примерно Такой же путь Как и у Коста-Рики Да На чемпионате Европы И вот смотри Что они Творят Да После этого Что значит Получили опыт Получили уверенность И на этой волне Знаешь Болельщики Как их поддерживают Да На этой волне Они приезжают С Украины Играют В Киеве 1-1 То есть они уже могут Причем должны были выигрывать Я не верил своим глазам Всем казалось Что это знаешь Сказка только Калифы на час На самом деле Они так солидно С Украиной выглядели Украина Бледно выглядела Например На фоне исландцев Украина на меня Очень плохое впечатление Произвела То есть Исландия уже чувствует Что она может Спозицировать силы Они до этого Первое место в группе Заняли Представляешь Вот тогда сенсация была Потом снова Сенсационно выступили На чемпионате Европы Сейчас спокойно В Украину Приезжают Берут там очки Потом едут Едут Играют С кем они Играли 2-0 Проигрывали По-моему С финами С финами Ну там спорный гол был Но дело не в этом 3-2 выигрывают Сейчас еще одну игру Турок выигрывают А мы с турками играли А до этого Хорваты с ними В ничью сыграли Они выигрывают И снова опять Вверху Вот то же самое Сейчас происходит С Коста-Рикой И поэтому не случайно Они в рейтинге Выше нас Стояли И по качеству игры С учетом состояния Нашей сборной Сегодня Да даже и не сегодня Даже если брать Состояние На чемпионате Европы Которые они играют пока Они были фавориты С другой стороны Результат важнее был Для нас Нежели для Коста-Рики Ну проиграла бы Коста-Рика Россия Никто ругать не стал А для нас Это все-таки более важный матч Ты знаешь С учетом С учетом того Что они готовятся К официальным играм И там цена очень высока Поэтому дурака Они валять здесь не могли Понимаешь У нас нет официальных игр Мы должны к этим готовиться Нет Я имею ввиду Коста-Рику Это не коммерческая игра Где они приехали И могли там договорняк Коммерческий сгонять Понимаешь Вот Они приехали играть Больше того Там борьба идет За место в составе Все И там тренер сразу говорил Что будет очень серьезная подготовка И спарринг Нам как раз неплохой Вот И для нас в этом смысле Они тоже Как говорится С учетом их рейтинга Их выступления на чемпионате мира В этом плане тоже Спарринг Хороший был Ну вот Я лично Говорил что ничья будет Я на ничью поставил Потому что Я понимал Я понимал Что по уровню игры По уровню и по качеству То что я видел Они выше Вот Но меня Я тебе честно Скажу еще раз Меня удивил Первый тайм Меня не удивил Меня чуть-чуть Начало удивило Когда мы их прихватили Они там стали ошибаться А потом у них моменты были Они забили Меня удивил второй тайм Насколько они сдали Во втором тайме Но с другой стороны Можно говорить Что мы прибавили Во втором тайме Что они так легко Два мяча пропустили И вот как потом События развивались У меня даже Закралась мысль И не только у меня Что типа чуть ли не договорились И слава богу Что вот этот Последний гол Пенальти Но здесь может быть В какой-то степени Все эти вопросы Судья еще Снял Он поставил Что играли по-честному Играли по-честному И это очень важно Очень важно Поэтому нужно здесь Игру Как говорится Разбирать и комментировать Реклама Этому Определяться Сейчас уже нужно В целом Определять костяк А потом уже Под этот костяк Под этот костяк Подводить уже Новых игроков Ясное дело Что если вот Таким вот Косяком большим Да Вот Как вот сейчас Ставить эксперименты И вводить Стартовый состав Сразу столько игроков Естественно Результата не будет И игры такой Слаженной не будет Потому что Это просто По определению Не может быть Это данность такая И с учетом Уровня мастерства Наших игроков Когда высокий уровень Мастерства У игроков Там топ звезды Они иногда С листа играют А не следует ли Уже определиться Наконец Постепенно Вот ближайшее время Так ему необходимо Ему необходимо Определяться Иначе Ты думаешь что Для Черчесова Результат Не важен был Для него важен И с турками Был и с ганой И тем более Сейчас на новом стадионе На таком классном На празднике И мы там реакцию Реакцию Черчесова Видели Когда во втором тайме Стали сравнивать Забивать И сравняли счет Как он реагировал То есть там Видно что у него Напряжение Нервное было И вот эти эмоции Он выплескивал Да Вот Поэтому естественно Да Но здесь видишь как Результат Без игры Без игры Качественное Тяжело Добиться И меня Что вот поразило Да Вот Он все таки конечно Иногда Черчесов очень сильно Рискует Знаешь так Это в какой то степени Риск Не всегда оправданный И он приводит Ну скажем так Не к лучшему результату Или к плачевному результату А в чем я тебе сейчас Параллель Проведу Да И ты Поймешь О чем Идет речь Да Вот Ты помнишь Хорошо Состав Который был Футболистов Который был Приглашен На этот сбор Ну да Центральные защитники Можешь их перечислить Кто был Приглашен Семенов Там был Новосельцев Так Еще Сейчас не вспомню больше Васин Да Васин Васин в конечном Кутепов Кутепов Ну Кутепов играл Да Васин в конечном счете Вообще даже В заявку не попал В запас не попал А вот если взять Васина Да Вот Рассмотрите Он же его пригласил И не случайно Пригласил Почему Потому что Березуцкий Кому да Кому комфортнее Было бы играть Вот из всех Защитников Березуцком А это очень важно Чтоб они были Сыграны И самое главное Иногда Не только Сыгранность Но еще комфортность Чисто человеческая Понимаешь в чем дело А Васин Васин Он был в ЦСКА Он играл Он тренировался Да Потом Васин Если вот сейчас Он берет вариант С Кутеповым Да Нет вопросов Кутепова Можно приглашать У него как говорится Есть Ну по-моему Даже Новосельцев И Семенов Все-таки Предпочтители Смотрят Но они более опытные Они больше Больше В своих Командах играли Больше того И Новосельцев Семенов В Еврокубках Не играл Новосельцев Уже и в Еврокубках Играл Но самое главное Самое главное Что Васин Васин Да Он Сейчас ведущий игрок В Уфе А как Уфа играет Мы сейчас видим Особенно В обороне И он себя Он уже Достаточно уверенно чувствует Потом он и старше Вот И плюс он В ЦСКА Был Поэтому вот Если вот так вот Брать Вот эти все За и против Взвешивать Да То получается Что сейчас В данном случае Лучше всего Было Васина Попробовать А почему Черчесов Его не попробовал А он Даже в состав Этот вопрос Черчесова И у меня сразу Аналогия Приходит Я кстати По этому поводу Тоже высказывался И так Достаточно Жестко Критиковал Черчесова Помнишь Матч Они с Наполи Играли Ну да И Денисов Денисов Там В самый последний момент Нет В самый последний момент Денисов Не может выйти На игру Да Вот А это очень важная игра была Ее статус очень высокий был В Лиге Европы Да Вот Тем более состав там У Динамо был Неплохой Да Ну они бы тогда вообще Уже на заоблачные высоты Забирали Ну слушай У него есть в составе Нобуа Нобуа Который В Лиге там Прошел Вместе С Бердыевым Там играл В Лиге Чемпионов Да С такими клубами Играл там И против Барселона Против Интера Да Прошел Вот В составе там Рубина Был да Результатов Каких они достигли Да Вот И он у него в Динамо есть Да Опытный игрок Да Как бы там ни было Я не думаю Нобуа он всегда стабильный Физически вроде хорошо выглядит Все да Здесь вот Ясное дело Тем более там Лимит на легионеров не было да Ну ставь в этой ситуации Нобуа да Вот И он играл И играл в целом Неплохо да У него преимущество Перед Зобниным было По любому Как бы там Зобнин А это было значит Чемпионат не начался А только сборы Они прошли да И играли вот это И Зобнин тогда был другим Зобниным Даже не такой как сейчас Да И в итоге он Его Что вызвало у меня Полное недоумение Понимаешь В чем дело А он был в запасе да А ставит Зобнина К чему К чему это приводит Молодой Перегорел Перестарался да И в результате Динамо осталось В меньшинстве То есть Черчесов Иногда принимает Авантюрные решения Ну получается Я бы Знаешь Рассказал Слишком рискованный Рискованный И сейчас Но сейчас уровень Правда не такой Как тогда вот У Динамо С Наполи Она пишет Что Нобо уже В Пауке тогда был Нет 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 Он тогда был в составе Это я точно Это я точно Помню Я по этому случаю Высказывался да И вызвало удивление И я когда увидел Состав Я тогда сказал Все Несмотря на то Что там Динамо По моему Чуть ли не первый гол забили Там как раз Вот результат Отрицательный В Италии был И по сумме В Дусеч Хотя В Москве Как говорится Уже Лучшая игра была И результат был Лучше Чем там Да Вот такое решение Вот примерно То же самое Сейчас вот Вот так вот Выбор Падает да И когда Вот так вот Все время Будет происходить Здесь еще что Надо было учитывать Кутепову Потому что Кутепов В последних играх Тоже ошибался Он и с Уфой ошибся да Вот были ошибки Вот Это что же на него На Кутепова влияет Да еще молодой Он в Спартаке ошибается А здесь в сборную На такой уровень Вызывают да Вот И сказать Что Кутепов Сейчас там Грубо ошибался После его ошибок Голов не было Да Вот Но он тоже ошибался Вот я когда сейчас Разбирал Смотрел Не сыгранная пара Получается И здесь в лучшем случае В лучшем случае да В лучшем случае Все таки конечно Было На мой взгляд На мой взгляд Да Посмотреть Васину Если конечно У него никаких травм Не было Ничего не случилось И он был здоров Так вот По Газинскому то И Зобнину мы А по Газинскому По Газинскому Тоже опять Видишь Ситуация какая Газинский Не всегда В состав Попадал Да Вот И у него В последнее время Там Постоянной Игровой Практики Не было Больше того Его и меняли Да В последнее время Вот Он давно уже был Кандидат Стучался В сборную Вот Но постоянно Не играл И вот сейчас Вот эта Пара Газинский Зобнин Да Она В опорной зоне Не совсем убедительно Выграя Сейчас вот Если Если брать Да Если так брать Да То например Тому же Зобнину Да Комфортнее было бы Играть Если бы тот же Глушаков был Предположим Потому что А почему Глушаков Ну потому что Они в Спартаке Вместе играют Я тебе с точки Зрения комфортности Да Но и потом Зобнин Он немножко Немножко по-другому Играет сейчас В Спартаке Вот Чем Не та Задача Вот Как говоришь Разнятся еще позиции Когда в клубе Играет И Там В сборной Да Но тем не менее Знаешь как Зобнин Из-за того Что он все-таки Талантливый игрок И перспективный Да Несмотря ни на что Он себя В любом матче Проявляет И здесь он Проявил Когда голевую передачу Отдал Да Вот Но Здесь знаешь как Когда ты на опорной В опорной зоне Играешь Да Голевую передачу Ты отдал Это очень хорошо Да Это тебе в плюс идет Это говорит о том Что ты Разносторонний Но главное Ты должен свои функции В первую очередь Надежно Выполнить Там Если бы оборона Оборона надежно бы Сыграла Да И в опорной зоне Сыграли Да То Не важно Участвовал Там В голевых Передачах Или нет Там и без тебя Как показала игра Забили Да И были моменты Ну вот Поэтому вот Общее впечатление Такое С другой стороны Ты знаешь Вот когда Такое количество Игроков Сразу Вводят В состав Да До Слаженной игры Не может быть И еще Знаешь Еще Хорошо Вот Все таки Группа атаки Достаточно Неплохо Сыграла Да Хотя не все Получалось Три гола Три забили Да Вот Это Больше чем Хороший результат Да Вот Когда С таким количеством Игроков Новых Да В основном составе Появляется Но к сожалению К сожалению Это очень Сильно Сказалось На игре В обороне Так Ну Вы согласны С высказанием Чугайного О том Что Кутепов Это Ну Игрок Еще не готов Для выступления Ну А что А что Согласен Полностью Вот Потому что Когда его Когда его И считают Здесь нужно еще О чем Я говорил Тоже Сегодня Утром На спортбоксе Да Когда мы говорим Кутепов считается Молодой Перспективный игрок Да Кутепову 23 года 23 года Это уже Не молодой Игрок Ну Для защиты Не 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 Александр Севидов Говорил И я тоже С этим согласен Молодой Это когда 16-18 Вот Я почему Еще Тоже имею Право Говорить так Потому что Я в 16 лет Начинал А в 18 лет Я уже В московском Динамо Играл Вот Это молодой Это молодой А вот Уже после 18 Это уже Не молодой А здесь 23 года Он очень поздно Стал играть В основном Состоплачно С прояснениями Температура воздуха Плюс 4 Плюс 5 Градусов Спорт-ФМ 100% Футбола Александр Бубнов Игорь Катман В студии Спорт-ФМ Это программа 100% Футбола Огромное количество Поздравлений Приходят нам И на Вайбер И на СМС Сейчас вот сразу Что значит хорошо Что видишь Нас слушают И болельщики Очень внимательные Я иногда Знаешь как У меня Из памяти Вылетает Событий Очень много Бывает Сейчас вот По поводу Нобова Сейчас Мы вспомнили Эфир Который у нас Здесь был И мы как раз Вот эту ситуацию С Нобелем Разбирали И там Разговор Видишь Я немножко забыл Разговор шел О Нобова Но О Нобова Разговор Какой Что его Да Ни в коем случае Нельзя А он у меня Запал сейчас В голове Потому что О нем Говорили Что его Ни в коем случае Отпускать Нельзя Было Вот Потому что Этот игрок Который мог И сыграть И в опорной зоне Он умеет Играть в опорной зоне Сейчас он играет В этом В Ростове В опорной зоне Чем он универсальный И сильный был Что он мог И под нападающими Сыграть Потому что Он и отдать И забить Но его не устраивало Как раз то положение Что он в основе Не играл В Динамо Но там конфликт Конфликт был Что он в состав Не попадал И вот как раз Перед такими Ответственными играми Его не стало А разговор Там Суть Я же помню Был По Замнину Суть в том Что я тогда говорил Что туда Жирков Жирков Его можно было Там позиция Поменять Потому что В опорную зону Потому что Жирков Он в центральной оси Играл Опытно играл Вот Замнину Он еще настолько молодой Здесь психологически Нужно было Учитывать Что все Ну так на самом деле И произошло Понимаешь Хотя Физические данные Очень Отличные И парень Хороший Он это сейчас Как говорится Доказывает Да Вот Но он кстати По-моему В ответ на игре Он И в чемпионате Он не сразу У Черчесова В состав попадал А потом постепенно Только Там еще и Юсупов Играл Да Но тогда Юсупов По-моему Не мог играть Вот Там Ситуация какая-то Была сложная Но факт остается фактом Что вот эту ситуацию Обговаривали И Говорили О том Что это вот Опорная зона Она настолько сложная Настолько сложная Сложная И в физическом плане Сложная И в психологическом плане И в тактическом плане Здесь должны профессора играть Вот Что Забнин На тот момент Как бы он себя Ну там в первую очередь Видимо он произвел Впечатление Своей подготовкой Ну в подготовительном периоде Да Как бы он себя хорошо Не чувствовал Да Но он перегорел Он там бросился коршуном Перестарался Да да Все равно здесь должен играть Очень опытный игрок И у него такие игроки были А Черчевцев рискнул Вот И рискнул Рискнул Как говорится В общем-то Знаешь как Себе во вред И команде Самое главное И Я вполне допускаю Вполне допускаю Да Потому что В дальнейшем Когда конфликт у него Был с Денисовым Да Денисов Как раз вот Высказывал Претензии По составу Что мол Есть Более опытные игроки Которые больше команды Принесут пользу Однако Они в состав не попадают Очень много Благодарности вам Как эксперту В программе 100% футбола Но вот не все Кстати Довольны вашей работой Давайте послушаем Одного из наших Недавних гостей Сергея Овчинникова Тут кстати спрашивают Как вы относитесь К аналитике К выступлениям Александра Бубнова Отрицательно Почему? Мне не нравится То что он говорит Он говорит неправду При том что я его уважаю Как футболиста безусловно Как человека Я его не знаю Но ничего плохого Про него сказать не могу Я понимаю чем он занимается Для чего он занимается На мой взгляд Он просто зарабатывает Таким образом деньги Быть в топе Создавать себе рейтинг И тем изданием Или радиостанциям Он создает определенный рейтинг Мне откровенно не нравится То есть он говорит неправду Поэтому спорить Я с ним не собираюсь Это его право Но вы меня спросили Я ответил У меня есть своя позиция Рейтинг нам создаете Да Рейтинг Ну что Что я здесь Неправду Могу сказать Когда говорят Что человек говорит неправду Это серьезные обвинения Нужно сказать В чем Неправда Неправда Просто неправда Это просто голословное заявление Нужно конкретно сказать Какую неправду я говорю Потом Что касается Что касается футбола Да Футбола Какую можно Неправду говорить Когда ты смотришь Смотришь И технико-тактические действия Фиксируешь Да Этому Сейчас В институтах Высшей школы трениров Преподается И я В принципе фиксирую То что Футболисты делают На поле И то что все видят Для этого есть Система фиксации Вот В чем неправда Сергей Овчинников Хороший был вратар Скажите правду Да Да Он был Хороший вратар И в общем-то И в сборной стоял И в локомотиве Вот Как говорится Тоже И в Португалии Как часу И в Португалии играл Здесь Вопросов нет И очень часто выручал Другое дело Другое дело Что Были поступки После которых Там у него проблемы С судьями Я капитан команды Да С судьями Были И это все Видели Но это эмоции Я как говорится На эмоции Делаю Скидки Вопросов нет Почему И что касается Игорь Игорь И что касается Его мнения Да Ради бога Овчинников Может высказывать Своё мнение Я ничего против этого Не имею А почему Абсолютное большинство Болельщиков Считают Что вы говорите Правду А некоторые Люди из мира Футбола Вот Местами Недовольны Вот вашими Высказываниями То есть вы задеваете Получается Но критика Критика Она Знаешь как Она многим не нравится Вот С другой стороны Некоторым Не нравится форма В котором Это преподносится Понимаешь Вот И люди имеют Право На своё мнение И В общем-то Я К этому отношусь С пониманием Вот Но Единственное Единственное Что Для меня Вот в данном случае Непонятно Неправда Что конкретно Неправда Тогда Это Предметный Разговор А Что касается Что касается Аналитики В целом Да В целом И Говорить Что здесь Всё неправда Ну вот То я не знаю Почему у него Такое Вот Нам пишут Просто завидуют Вот так вот Добрый вечер Больше того Игорь Я ещё знаешь Чем не согласен Вот Я ещё Не согласен С тем Что Я это делаю Для того Чтобы зарабатывать Деньги Вот с этим Вот с этим Я точно Не согласен Вот Потому что Я же Я уже на эту тему Говорил Да Ко мне Ко мне люди Обращаются В данном случае С массовой информацией Да Вот И я Как говорится Отвечаю На их Просьбы И на телевидение Меня приглашали На чемпионат мира Я же не сам Навязывался Да Я тебе больше скажу Вот этот случай Когда вот эти На телевидение Пошли Технико-тактические Действия Да И оценки Вот стали выставлять Да Я категорически Против был Вот Оценок Знаешь почему Потому что Это во первых Для внутреннего пользования Было Да В профессиональных командах И это Профессиональная кухня Которая порой Бывает за семьи Печатями Да Но меня Буквально Уговорили Настояли на том Чтоб я Ставил оценки Причем И сейчас Оценки Выставляют Вот я вот сейчас Смотрел последний раз На Матч ТВ Семшов там По десятибальной оценке Ну и в газетах По десятибальной системе Но дело в том Что нам В свое время В советское время Да Мы Как говорится Ученики Советской школы Да Константин Иванович Выставлял оценки В Спартаке По пятибальной системе Вот И Я не пойму Чем В принципе В принципе Пятибальная система По сути своей От десятибальной системы Она ничем не отличается Потому что Вот они там ставят оценку По десятибальной системе Пятерку Да Пятерку У нас ассоциация Ну по школе Что пятерка Это хорошая оценка На самом деле Если брать пятерку По десятибальной системе Это двойка Да нет Это как двойка С плюсом Да По пятибальной системе Вот Поэтому В принципе Здесь разницы никакой Нет Вот Другое Другое дело Знаешь как Когда ты Начинаешь Критиковать Там Работу Ведь Любая аналитика Она подозревает критику Элемент критики Здесь от этого Никак не уйдешь Потому что футбол Построен на ошибках Да То критика Очень часто Не нравится Людям Да Вот Но я например Стараюсь Не голословно Критиковать А по делу Больше того Я не хочу тем самым Унизить человека Там или тренера Или игрока Я наоборот Тем самым хочу Помочь Чтобы сделали выводы И никогда Не ставил задачу Как говорится Игрока Оскорбить Хотя ответные реакции Ответные реакции Да Уже шли в оскорбительных Тонах Очень часто Там в твиттерах Знаешь Да Вот Я не буду говорить Например Как Широков Вот В твиттере Как он отозвался Я даже в эфире Это сказать не могу В Марии Терской Появилась у нас В студии Маш привет Да Добрый вечер всем Александр Викторович Еще раз вас поздравляю Спасибо большое Новости Какие-то принесла Да Президент России Владимир Путин Завтра примет участие В шестом Международном Спортивном форуме Россия спортивная держава На полях этого форума Пройдет заседание Совета По развитию Физической культуры И спорта Под председательством Главы государства И основной вопрос Этого заседания Совершенствование Системы физического Воспитания Населения Пока минимально А потом Последует уже Такая нормальная Дисквалификация Еще может быть И не один сезон И вот реакция Знаешь как Если это что-то С допингом Связано То в общем-то Об этом сразу Говорят А здесь вот так Засекречено Причем у ИФА Тоже не сообщает Да И никакой информации Нет Вот хотя Откуда во Финне Информацию взяли Значит Где-то утечка Информации Произошла Вот А что касается ЦСКА То я тебе Могу сказать Что это Большая потеря Потеря Хотя В принципе В принципе Заменить Можно Там на этой позиции Загоев Может Сыграть Он играл Но одно дело Знаешь Ты можешь сыграть А другое дело Какое качество Незаменимых игроков Нет Об этом говорят Это действительно так Формально Заменить можно Но Как При этом Посадает Качество Главное Когда говорят Незаменимых игроков Подразумевают В первую очередь Качество Да Вот Больше того Да и не для ЦСКА Наверное Это поговорка Да Да И этот Здесь Эта связка Была очень хорошо Наиграна Еременко Дзагоев Да Такая Системообразующая Мозговой центр команды Плюс В эту связку Очень органично Вписывался И это уже Можно сказать Такой треугольник На котором ЦСКА По большому счету И держался Да Это Венблум Загоев Еременко Да Вот И это сейчас Скажется И уже Сказалось Это было Видно По игре Вот они С Ростовом 2-31 И ничья 3-28 То есть Франция Считается Большим Фаворитом В этом Матче Нежели Сборная Команда Голландии Хотя Голландцам После Не попадания На чемпионат Европы Конечно же Надо Реабилитироваться Перед своими Болельщиками С чем это Связано Это связано Во-первых С тем Что французы Играют дома Не дома Они играют В Голландии Голландия Нидерланды Франция Я к чему Говорю Что Французы Дома Играют лучше Чем В гостях Вот Сейчас Они будут играть Сейчас они Играют в гостях Но рейтинг Если бы Если бы они Играли дома Там бы еще бы Еще другие бы Коэффициенты Больше Ну Еще больше В пользу Французов Были бы Да Вот С чем это связано Французы Во-первых У них По составу Более звездный состав Чем у Голландцев У голландцев Сейчас происходит Смена поколений Они практически Создают новую сборную Примерно Примерно то же самое У них происходит Что и у нас Только на более Высоком уровне Высоком уровне Да Вот Потом Французы В конце концов Финалисты Последнего чемпионата Европы Правильно Да вот Ну и Знаешь как Ну я не знаю Знаешь ты не знаешь Эту информацию Да Но сейчас уже Бензимада Дверь открыли В сборную И он может Возвращаться в сборную На мой взгляд Это вот прям Не такая ключевая фигура Кстати Ну ты знаешь Эта фигура Имеет большое значение В конце концов Они же до финала Без него Ну да Для Для Более Знаешь так Моральной устойчивости Что ли Для большей уверенности Потому что Например Гризман Да Когда там Бензима Со всех сторон Пресса поливала Да Он высказывался В его защиту В его защиту Вот И в общем-то Весь вот этот Скандал Который Произошел В сборной Франции Накануне Чемпионата Европы Да И вот это Отстранение Отстранение Бензима Вот И Привела Привела К психологическому Дискомфорту Оно на команду Ну и Вальбуина Еще Вальбуина Что же А может наоборот Дед Шам Посчитал Что такие конфликтные игроки Как Бензима Не должны присутствовать В сборной Ты знаешь Если бы Когда вот так вот решают Да Если Лев В сборной Германии Да Решил Что конфликтный игрок Этот Только портит коллектив Да Ранее Ну например Да В свое время То это раз и навсегда Уже там Как отрезано Понимаешь А если И причем Бензим Этот Дешам Все время Бензима Защищал Он Там просто Настолько общественное мнение Вот эта пресса Подняла Шум Да Вокруг всего этого С гимном Еще Да Вот Что Дешам Дешам Как говорят Создался Создался В ущерб Себе Ну кстати Его нет Вот Сейчас Пока нет Сейчас пока нет Но Не случайно Они Заговорили О том Что двери Для него открыты Он может Возвратиться Потому что Видимо Ситуация Как раз Говорит об обратном О том Что этот игрок Нужен Сборной Иначе бы смысла Не было Об этом говорить Но я тебе Скажу Знаешь как Игра будет Непростая Вот Она очень Важна Для французов Но и для голландцев Она тоже будет Непростая Потому что Видишь как Они Вроде В товарищеских играх Неплохо выступали Да Вот А начинаются официальные игры И еще стабильности Не хватает У голландцев Да Вот И например Тот же Промес Об этом и тренер Тоже в сборной Голландии Говорил Он себя Так в сборной Не показывает Как в Спартаке Ну показал Забил 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 Но до этого До этой игры Он говорит Что он В Спартаке В Спартаке Значительно Лучше играет Вот Значит там Какие-то Претензии Есть К Промесу По качеству В Спартаке Наверное Если брать И уровень другой В Спартаке В Спартаке Он ярко выраженный Лидер Вот А в сборной Голландии Один из Один из Вот А это Имеет значение Пишет нам Обувнование Те кто замешан В этом И кроме него Никто не говорит Той правды И внутренней кухне Футбольной Как есть Вот и негатив Отсюда От этих Косячников Так держать В любом В любом В любом случае Я еще Овчинникову Сергею Сергею Да Могу сказать Вот Что Точно Из-за того Что вот Так я говорю Публично Да Совершенно Точно Вот это Мне Не дает Работать В футболе Вот Которую Практически Вся моя жизнь Прошла Вся моя жизнь В футболе Прошла Вот И по профессию Я У меня Диплом Тренера Высшей квалификации Я еще Получал В советское время Вот здесь Совершенно точно Там где я должен Работать По профессии Вот это Здесь я точно Продайте за правду Но не за правду Во всяком случае За то Что я говорю Реклама Зима За окном Минус А у шин Данлап Плюс Плюс шиномонтаж В подарок Комплекту зимних шин При покупке У официального дилера Данлап Предложения действуют Для шин групп Айс-02 И Винтермакс Условия акции Уточняйте на сайте Интернет-магазина СА.ру И по телефону 8-495-787-77-44 ООО Граншина Московская область Город Химки Улица Пожарского 204Е УСМР ОГРН 109-504-700-61-30 Клиентов в моем городе Все меньше Что делать? Расширять бизнес Как? Легко Подключаешь прямые номера Городов России С виртуальной АТС Манго Офис И получаешь заказы Со всей страны Не покидая своего рабочего места На федеральный уровень За 24 часа Продавайте больше Вместе с пионером Российского рынка Виртуальных АТС Манго Офис 495-120-0907 12 плюс Это лесник Денис Петрович Он столько времени Проводит наедине с природой Что по мху Может предсказать Результат футбольного матча И каждый вечер Он мечтает о жизни В стеклянном небоскребе С видом на живописную пробку А тех Кому в жизни не хватает Природы Мы приглашаем поселиться В новом жилом комплексе Грин Парк По соседству со старым 250-летним парком Группа Пик Влюбляйтесь Проектные декларации Размещены на сайте Пик.ру Перец жжет Потому что Мексиканский Ой-ла-ла-ла А Петрович жжет Потому что щедрый Щедрые цены По акции Петрович жжет В строительном Торговом доме Петрович Стремянка Алюминиевая Новая высота 5 ступеней Всего за 879 рублей Подробности На Петрович.ру Цены действительно До 27 ноября Количество товара ограничено ООО СТД Петрович Санкт-Петербург Улица Салова 46 литера В ОГРН 106-784-754-56-55 Как подключить Домашние интернеты ТВ За 1 рубль в месяц Никак Таких цен не бывает вообще Да я сам себе не верил Слушай Подключаешь Мобильную связь Билайн И платишь 1 рубль в месяц За домашние интернеты ТВ Так Куда бежать? Да никуда не надо бежать Это же не акция А как же подключить? По телефону 8 800 708 тысяч Или в офисах продаж Билайн Ну все Я звонить побежал Подключайте Мобильную связь Билайн И пользуйтесь Домашним интернетом ТВ Всего за 1 рубль в месяц И навсегда Билайн Просто удобно для тебя Для нового поколения Москвичей Мы строим Жилой комплекс Достояние В районе Кунцево Достояние Дома Настоящей Москвы Галс Девелопмент 495-725-5555 Проектная декларация На сайте Достояние Дефисгалс.ру Телефон рекламной службы Спорт ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Лучший фехтовальщик На свете Не должен опасаться Второго лучшего Фехтовальщика Бояться нужно Невежды Который ни разу Не держал Проспект Мира От Староалексийской Улицы до Улицы Докукина 40 минут Рязанский проспект От моста Большой кольцевой Железной дороги До улицы Поперника 35 минут Когда спортивные новости Освещают чуть больше Чем полностью Когда важные заявления Делаются из первых уст Когда любой результат Дает пищу для размышлений Говорят, что тема раскрыта На все сто Каждый день Спортивное шоу На все сто С Дмитрием Герунцом Слушай Спорт-ФМ На все сто Каждый будний день В 19.00 Спорт-ФМ Сто процентов футбола Александр Бубнов Даже в свой день рождения Все равно приходит в студию Спорт-ФМ На программу Сто процентов футбола Меня зовут Игорь Катманов Еще раз всем здравствуйте И так говорили мы Игорь Да А что Простой народ Который работает Ну На предприятиях Там на фирмах Что они В свой день рождения Не ходят Ходят Но у них нет возможности Наверное Может быть Отпроситься Там еще что-нибудь сказать Да нет Работа Есть работа И поэтому Согласен Здесь надо профессионально Тоже Нас учили всегда Профессионально Отпроситься Как в советском футболе Хотя Я работал бы Вот И как бы я свою семью Кормил Да Вот Потому что Все равно А может вы в футболе бы были Если бы не работали В средствах Воровать Воровать меня не научили Понимаешь В чем дело Вот Рекетом я тоже Заниматься Не могу Вот Потому что Ты знаешь Да У нас есть Слои населения Да Вот Которые могут За счет этого Прекрасно Жить Вот А когда он Говорит Что я этим самым Зарабатываю себе На жизнь Да И кормлю Своей семьи Да Свою семью Да То В чем он здесь Криминал видит И в чем неправда Нет А здесь нет Никакого криминала Ну видимо Чем-то недоволен Остался Какими-то высказываниями Вот тут тоже Недовольные пишут Что вы про Ростов Ни одного доброго слова Не сказали За все время За последние два года Я про Ростов Ни одного доброго слова Не сказал Да Вот Знаешь как Ну значит Наверное плохо читают Потому что Когда Ростов Выигрывал у Спартака Когда он выигрывал у ЦСКА Да Вот Я по-моему там Говорил то что видел Да И в этих играх У Зенита Да И в этих играх Когда Ростов Выигрывал Да Это было бы Кочунство Что-нибудь плохого Сказать Хотя я тебе еще раз говорю В любой В любой игре В любой игре Можно найти На ошибки Вот И Ты знаешь Вот знаешь Некоторым Критика там Говорят жестко Там очень резко Говорю да Я тебе говорю Как вот нас критиковали В свое время Я тебе пример привел Да И как Бесков Стулышку снимал И это кстати Шло на пользу Да То что я сейчас Говорю Это Вообще Я практически Знаешь как Ангел По сравнению С теми А вот здесь Как раз вопрос был Которые Которые Спрашивали с нас И как спрашивали Что это Это вот такое Ну уж простите за такое слово Быдло отношение К великим спортсменам Со стороны руководства Или это наоборот Помогало Выигрывать Вот та ситуация С Блохиным Нет Я считаю Я считаю Это неправильно Потому что нужно С людьми Спортсмены Тоже люди По-человечески Да Нужно всегда По-человечески В любой ситуации Поступать Да Тем более Тем более С человеком Уровень мастерства Да Которого Не подвергалось В мире Его оценили Да Он лучший Футболист был Европы Да Обладатель золотого мяча У нас на тот момент Обладателем золотого мяча Был только Яшин И Блохин Понимаешь Вот И сразу Потом Забирать звание Заслуженного мастера спорта Он заработал это За что Своим трудом За что-то Да И за то что Там В какое-то время Он не забивал голы Но это просто Выглядело Просто кощунственно Понимаешь Вот И такое отношение С другой стороны Когда вот Говорят Та система А сейчас Как к футболистам Относится Сейчас же Тоже Сколько угодно Примеров Другое дело Как футболисты Сейчас себя ведут Да Вот Но опять же Сейчас вот По Кокорину Да Там И по другим Вопросы По тому же Аршавину Которая была Да Но нужно О чем Говорить Здесь вот этот момент Упускают Да Потому что Вот те футболисты Которые сейчас есть Да И как они себя ведут И как они заработают Как он особо бы не расстроился Если бы все звания сняли Да Это продукт вот Системы Его система Тогда советская система Была Да А сейчас система Вот российская Да И они Продукт этой системы Эта система Им платит денег Которых она не стоит Они не стоят Да Эта система Их развращает Да Вот И В конце концов Эта система Вот Приводит К тем поступкам Которые возмущают Общество Общество И здесь Знаешь Нужно Вино не только В них искать Да Хотя они Это уже знаешь Последняя инстанция Да Вот Ну и Искать Причины в системе Те кто платит Им такие деньги Да Конечно Если бы Такие деньги Не платили Наверное Они бы себя И по другому Может быть и вели Понимаешь Вот И совершенно Другое отношение Но к этому Тоже нужно Объективно подходить И это тоже нужно Анализировать А не голословно Говорить Понимаешь Подождите А вот допустим Ну Условный Криштиану Роналду Он получает Еще же Большие деньги Или какой-нибудь Там другой игрок Ну ты понимаешь Да он может Отдохнуть Ментальность Ментальность В чем заключается Да Там Деньги Деньгами Да Вот Для них Для западной Звезды Очень важен Имидж Очень важен Имидж Потому что Вот эти все Спонсорские Контракты Вот это все Телевидение Все Да Они же Значительно больше На спонсор Получают Да Вот И как они Как они Преподносят Себя Обществу Вот стоило Только Предположим Тому же Этому Любому игроку Капитану Сборной Англии Да Повести Себя Терри Терри Да В жизни Да Там Не Достойно Скажем так Да И это Тут же Сказалось На его Статусе Футбольном Потому что Это Отрицательно Действует На Имидж Футболиста На имидж Команды На имидж Сборной На все Понимаешь То есть там Вот это Социально Все завязано И они Это понимают Вот Что деньги Даются За работу Которую Они выполняют Да Но что Помимо работы Еще важнее Их статус Их имидж Вот Как они Себя Преподносят Потому что С них И пример Берут И Когда Отрицательный Имидж Да Вот То такой Продукт На западе А западный Профессиональный Футбол Очень тяжело Продавать Он не продается Вот Поэтому И Такое Отношение Вот И Знаешь как И И Когда Ты Так Воспитан Когда Ты Так Воспитан То Тогда Ты Как раз Стремишься К достижению В первую очередь Спортивного Результата Вот А не Зарабатывание Деньги Почему Часто Людям Близки Даже Игроки С Отрицательным Имиджем Ну К примеру Марадона Почему Его все Обожают Боготворят Хотя Это Ну Гопник Гопник Кому Словно Говоря Зачастую Ну Как мне Как мне Кажется Знаешь как С Марадоной Связаны победы Сборной Аргентины Да Вот И Здесь Ты помнишь Да Взять Хотя бы Вот этот Эпизод С рукой Да Вот То есть Небожителем Можно все Нет А ты забыл Что в тот Этот Момент Был Конфликт Политический Аргентины Я не забыл А Марадона Об этом говорил Что если бы он Признался Его бы не Поняли в стране Представляешь Здесь еще и политика И поэтому Несмотря на то Что он В общем-то Сделал аморальный С точки зрения Футбольной Этики Он унизил англичан Поступок Да и вообще Во все Весь мир это видел Да Но для Для Аргентины Он герой Понимаешь И на это все Закрыли глаза Вот Ну там Футбол Я был в Аргентине Смотрел там Футбол как религия Понимаешь И там вот эти идолы Футбольные Вот Это Такое просто Отношение Вот Но и потом Опять же Чтоб Вел Как ведет себя Марадона И почему он так себя ведет Да Здесь нужно еще понять Вот точно так как Ибрагимович Да Много непонятных вещей Но становится понятно Когда ты начинаешь читать книги Вот я Книгу Марадона прочитал Очень Такую Откровенную Да Книгу Ибрагимовича прочитал Вот И уже по этой книге В общем Очень многое Становится ясно Почему эти люди Себя ведут так И почему они такие Они другие Понимаешь Давайте мы ненадолго На рекламу прервемся А потом продолжим уже Реклама Что такое Эффективные перевозки Возьмите 5 тонн любого груза Поместите его в объем 45 кубометров Добавьте низкую стоимость владения Получите Новый Газон Некст Комфортный С исландцем Ага С исландцем играли в Симферополе Вот уже тогда с ними мучились Вот и там Там Была такая ситуация Да Вот между прочим Тоже вот Аналогичная Ситуация Которая вот у нас Сейчас в сборной была Только это официальная игра была Да Там Уже был состав наигран Там киевлян полно Было в этом составе играло Все сыграны Они в клубе играют И Лобановский Одновременно Тренер сборной И тренер Киевского Динамо Да И вдруг Перед вот такой Это достаточно Знаешь Ну хотя Исландия Там Она там Знаешь как Не фаворит была Мы в Москве С ними ничего играли В Москве Вот играем Играем как сейчас Помню в Симферополе Да Вот Но там выпадает Сразу большое количество Игроков Статого состава Заваров не играл Там Не играл Кузнецов Вот Олег Да Олег Кузнецов Не играл Ну короче Короче Выбало Много народу Много народу По-моему Еще Человек пять Выбало Кузнецов От защитника Центральный Центральный защитник Да Вот Но там Хидиатуллин играл Да А я Ну на тот момент Да Там Я в сборную не попадал Да И вот Такая ситуация Происходит Да И он нас Из Спартака Нас срочно Туда вызывают Как я помню Посулька Еще был Ну там Досаев играл Из Спартаковцев Там Досаев играл И играл Этот Хидиатуллин Да Вот Меня вызывают Посулька Еще Вызывают И игра Игра Ну я тебе говорю Там в ничью нельзя было Играть Ну вот И установка Установка на игру Лобановский говорит А он знал Что я могу Персонально играть По игроку Могу опорного играть И могу На трех позициях Могу играть А потом Как выяснилось И на четырех Я и крайне В последний год В Спартаке Играл Вот Он мне говорит Вызывает И говорит Конкретно Говорит Саш Вот Центральный нападающий Его не должно быть Играешь Персонально Против него Да Ну вот Играешь Играешь Лобановский Говорит Играешь Свою игру Как ты играешь В этом В Спартаке Можешь подключиться Да У тебя хороший удар Можешь пробить Вот Я ему Задаю вопрос Валерий Васильевич А когда я буду подключаться Кто меня будет страховать В принципе Я мог бы Такой вопрос Не задавать Но для меня Тоже это важно Было Потому что Все должно быть В обороне Надежно Вот с теми разговорами Которые он здесь А он мне знаешь Что сказал Никто Ты подключайся Говорит Уже говорит Все обговорено Кто тебя будет страховать Как тебя будет страховать Да Ты даже об этом не думай Саш Ты только Ты только вот Выключи мне Вот этого Центрального нападающего Да Вот И будет возможность У тебя подключись И пробей Вот А все остальное Говорит Уже все обговорено Говорит Кто страхался Страховал Бессонов Меня он тогда Опорного полузащитника Играл И знаешь Как гол первый Забили Вот Идет атака Да Я подключаюсь Подача Мяч отбивается Я набегаю И пробиваю Метров с 30 Вратарь отбивает Биланов добивает 1-0 Повели Вот И потом во втором тайме Забили Все Вот все установки Все установки И все разговоры По поводу того Как играть И практически с листа Значит Раз он мне говорил Играй как в Спартаке Да То есть Та модель игры И те функции Которые я выполнял Да Они устраивали Вот Больше никаких установок Не было Как мяч отбирать Кому отдавать Как бить Что чего Потому что Он понимал тоже Тренер сборной Что в сборной Этому не учат В сборную приходят люди У них должна быть Поэтому это и называется Сборная Сборная Должны быть лучшие Их квалификация Должна быть такова Да Что им не надо Азам обучать Ну вот Кутепов приехал И может Черчевская игра Как в Спартаке Да Иначе Иначе Тогда не вызывай Понимаешь В чем дело Если он Не соответствует Но у нас сейчас Такая У нас в советское время Да В советское время Такая конкуренция была Да Что ты В товарищеской игре Даже если допускал ляп Да То до свидания Ты мог уже не играть Потому что там очередь стояла В 3-4 человека Которые готовы Были тебя заменить Кто в очереди стоял за вами Да за мной не в очереди стояли Это я в очереди стоял Там были и Хидиатуллин Там и Чивадзе был Там и Кузнецов был Там и Болтача был Если я тебя начну Перечислять Там практически В каждом клубе Были игроки Которые были Достаточно квалифицированы Ренат Поздравляет вас С днем рождения Сдает вопрос Который всегда Наверное вам задавали Какой из клубов Динамо или Спартак За которые вы играли Ближе вашему сердцу Наверное Спартак Я так думаю Я на этот вопрос Всегда одинаково отвечал Вот Мне по жизни Повезло Потому что я играл В двух великих клубах В двух великих клубах И причем Слава богу И там и там Не зря Как говорится Играл И в Спартаке И в Динамо Чемпионами Становились В Спартаке два раза Да В Спартаке два раза Кубок С Динамо выиграли Практически все трофеи Суперкубок Выигрывали И самое главное Общался Общался С великими людьми Которые там Работали И не только В клубах Но и в обществах Тогда общества были Вот И в этом смысле Мне Очень повезло И я благодарен Как говорится Судьбе И никогда Спартак на Динамо Не разделяю Дмитрий Дернец Ведущий программы На все сто Появился в студии Через полторы минутки Мы уже прощаемся Дима привет Да привет Александр Ильич Здрасте Еще раз Вас в прямом эфире С днем рождения Очень рад Вас знать Очень рад Что вы вместе с нами И дарите нам Свой опыт Свои эмоции Свои знания Ну и вам вопрос Такой же И тебе Игорь В том числе Вот по теме Который у нас Совсем скоро Появится И будет заявлено В эфире Это все те же самые бои Федора Емельяненко Его мнение Разногласия между бойцами Клуба Ахмата Теми кто поддерживает Федора Емельяненко Но мы уже теперь Ставим вам несколько По другому Как разрешить Этот конфликт Наверняка вы о нем Слышали Александр Викторович Да Об этих детских боях Которые в Грозном Прошли Да Как вы считаете Вот сейчас Во-первых Нужны ли Правильно ли Провели эти детские бои И как этот конфликт Разрешить Дим Вот это тот случай Тот случай Да я слышал там О конфликтах Ото всех Но я настолько В этом смысле Непрофессионален Да И профессионально Не владею Этим вопросом Да Поэтому я не буду говорить Я не люблю Я считаю Что на эти вопросы Должны отвечать Да Люди Профессионально Разбирающиеся В теме Да Тогда есть смысл А так вот Со стороны Да Говорить Я не буду браться Потому что Я считаю Что я не имею Вот это абсолютно Правильная точка зрения Очень многие За последние дни Это уже успели Прокомментировать Мы попробуем В течение ближайшего часа Решить Как Сделать так Чтобы этот конфликт Исчез Ну а программа 100% футбола Подходит к концу К сожалению Время поджимает В студии был Александр Викторович Бубнов Еще раз Днем рождения Крепчайшего вам здоровья Спасибо Ждем уже в следующий Понедельник Я Игорь Катманов Прощаюсь с вами До завтра Удачи Реклама Зима За окном минус А у шин Данлоп Плюс Плюс шиномонтаж В подарок Комплекту зимних шин При покупке У официального дилера Данлоп Предложения действуют Для шин групп Айс-02 И Винтермакс Условия акции Уточните на сайте Интернет-магазина СА.ру И по телефону 8-495-787-7744 ООО Граншина Московская область Город Химки Улица Пожарского 204Е УСМР ОГРН 109-504-700-6130 Только с 13 по 16 октября Во Внуково Аутлет Вилладж Действует закрытая распродажа Private Sale Эксклюзивные предложения И дополнительные скидки Ветро Макс Мара Пол Смит Эскада Хьюго Босс Майкл Корс Пинко Коченелли И других Подробности акции Ищите на сайте Внуково Аутлет Вилладж Киевское шоссе 8-й километр от МКАД 0+. Российская Академия Радио Представляет 21 октября Крокус Сити Холл Церемония вручения Национальной премии Радиомания 2016 Звезды российского радиоэфира И звезды популярной музыки Леонид Агутин Валерия Дмитрий Маликов Денис Майданов Владимир Пресняков Ёлка И многие другие Крокус Сити Холл 21 октября Радиомания 2016 Билеты на сайте концерт.ру По телефону 495-644-2222 И в кассах Крокус Сити Холла 0+. Едем за квартирой мы Изумрудные Холмы И уж точно как Пить дать Скидку сможем мы отжать Продавцы Теперь держитесь Мы вас выжмем Вы не жмитесь Готовые квартиры В микрорайоне Изумрудные Холмы В Красногорске От 77 тысяч рублей За метр Акция Отошми продавца квартир Ваша скидка В ваших руках Звоните и осуждайте 37 и 5 восьмерок Проектная декларация На сайте Изумрудные Дефис Холмы Телефон рекламной службы Спорт-ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 100 лет в истории спорта На Спорт-ФМ 1938 год В Советском Союзе Учреждено звание Героя социалистического труда Немецкий инженер Конрад Цузе Создает первую в мире Программируемую Вычислительную машину Радиохимик Отто Ган Открывает расщепление Атома урана А в это время Уже больше 10 лет Насчитывает история Большого шлема в теннисе С 1924 года Когда 4 важнейших Турнира планеты Официально получили Особый статус Сотни спортсменов Пытаются вписать Своё имя в историю И вот в конце 30-х Наконец появляется Фигура достаточного масштаба Американец Дон Бадж Принялся творить историю Едва выйдя Из юниорского возраста К 38-му Он успел дотащить Хилую сборную США До победы В Кубке Дэвиса И стал первой Ракеткой мира А затем в 23 года Собрал большой шлем Лишь 4-м спортсменам Удастся повторить Это достижение Но Ракеткой мира